Возрождение мессианского движения в наше время. Хотя мы знаем, что во все времена, исторически, если исследовать некоторые моменты, истории различных групп, мы можем периодически встречать упоминания о так называемых жидовствующих. Возможно, мы слышим. То есть были различные смеси, некоторых вариаций на тему, так сказать, когда Бог сверхъестественным образом открывал не всем, но некоторым группам христиан, самым разным группам христиан, правильное отношение к еврейскому народу. И с правильным отношением. Они не были популярными, как вы понимаете, поскольку сами по себе евреи не были популярными. Но такие христиане были. Более ранние такие вариации на тему. Например, люди, которых называли в пятидесятнических кругах сионистами. Слышали о пятидесятниках сионистов. И они не были сионистами именно в понимании сионизма. Ну, как бы так можно, сейчас я объясню. То есть они не стремились восстановить государство Израиль. И чтобы народ, вот он как бы вернулся. Они получили откровение о том, что вот уже в последнее время. И скоро придет Мошелед. И он придет не просто, ну, потому что увидят все одновременно. Он придет таким образом, что его ноги станут на дворе Льонской. Помните, так, на пророчество? И поэтому восхищение будет оттуда. Именно с этой границей. Походу, я вспоминаю, что у Набавы была из такого урочения. На сегодняшний момент, я не знаю, мне кажется, их уже нет. Есть? Я запомню, есть. Они верят, что вот так. Да, они на Сион. Они собираются на Сион. Они делали попытки пойти на Сион во время Советского Союза. Их очень быстро, они дошли до границы. Там их закрыли, всех отправили на другое место. В сторону Барабаджана и других. Не очень веселых мест. Вот. Ну, то есть попытки такие были. Итак, мы должны понимать, что... Мы поговорим сейчас немножко с вами о Синайском законе. И мы должны понимать, что этот закон является законом благодати. И это важно знать. И, глядя на Синайский закон, подходить к нему с позитивным взглядом. И еще один из моментов, которые мы наследовали от исторической церкви, это негативное отношение к Синайскому закону. Из-за этого, да? Ну, в частности, законом. Мы разделили понятие, да? На себя. Понимаем, что есть закон. И есть закон. Синайская традиция учит, что система Моисея – это система жесткого такого контроля, да? И люди должны делать все вот эти заповеди, все вот эти вот восстановления, чтобы спасти себя добрыми делами. Чтобы не ошибиться, они всячески пытались настраивать еще, мы знаем, а когда, уменьшенные награды, разные настройки. Поэтому брали, например, некоторые из этих настроек, они критиковались и приравнивались эти настройки, например, к самому закону. Понимаете, да? Мы можем взять, например, еврейскую ортодоксальную бюроху и сказать «это есть закон». Да, вот если они христиане, мы можем, допустим, не разбираться в терминах, терминологии, но мы можем сказать «это есть закон» и взять какую-то ее смешную часть, которая нелепая, да, допустим, и сказать «есть закон такой». Вы просто прочувствуете люди, да, что эти, вот как бы, к чему они призывали, как это было вообще, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что в христианской традиции шло целенаправленное обучение тому, что Новый Завет – это Завет Благодати. Но только лишь Новый Завет – это Завет Благодати. Помните термин, который мы с вами разбирали? Мы спасены Благодатию, но и делами, или как? Мы живем по Благодатию. Мы живем по Благодатию. Мы живем по Благодатию, а по Благодатию, да. Если мы посмотрим на Сенайский Завет, мы можем увидеть, что он был написан по образцу древних договоров. И это был особый вид соглашения, когда царь заключал Завет с народом, который ему покорялся, то есть, иными словами, это был, можно так сказать, макет вассального договора. Вассального. То есть, кто такой вассал? Слугник. Отданный. Отданный, да. Когда я, супер-великий царь, завоевал, например, какую-то супер-маленькую землю, я не хочу их убивать. Я хочу, чтобы они приносили уныбль. Я с ними заключаю определенный договор о том, что если они будут привозить их пять вазов золота в год, то я их не убью. Все очень просто, да? И они становились моими подданными. То есть у нас был определенный договор. Я мог даже не воевать с этими людьми, я мог просто придвинуть свои войска и не капитулировать. Просто, афинабластно. Без каких-то там боевых действий. Помните, да, если я не ошибаюсь, гидер, он подошел к фракции. Франция подумала, что как-то здесь справиться. Чехословакия. Или Чехословакия, да, тоже очень быстро. За один день, по-моему, и за один. То есть они просто сдались, никто не сопротивлялся. Итак, мы можем посмотреть, что конкретный вид бассальных договоров был у древних идеев. И посмотреть на некоторые его компоненты. Как правило, этот договор начинался со вступления. То есть перечисления того, где же слово этот договор. Это стандарт, который выше. Но он объединен в достаточно простых принципах. Люди Бога, люди человека. И исполняем эти заповеди. Исход 20-го глава, 2-й стих говорит следующее. Я Господь, Бог Твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. То есть есть историческое введение, провозглашение милости. Это акт милости, любви на основании этого строится первая заповедь. Да не будет у тебя других богов перед лицами моих. Мы просматриваем ту же структуру. Это 3-й стих. 2-й стих говорит. Я Бог Твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. То есть я Твой Господин. Поэтому, да не будет у тебя других господинов перед моим лицом. Да, это полное послушание Богу. Здесь в этом договоре необходимо полное послушание Богу. 3-й стих. И дальше смотрите, 4-й стих. 4-й, 6-й. Не делай себе ту мира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Моя Господь, Бог Твой, Бог Винитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. Игоряющих вилок до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. То есть идет заповедь не делать идолов. И здесь важно как бы вспомнить, что существует две категории, если за мной не делать изображение Бога, а также не делать изображение других Богов. И дальше смотрите, идут благословения и проклятия в соответствии с договором. Я, Господь, Бог Твой, Бог Винитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. И дальше вот идет третья заповедь. Не произноси имени Господа, Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, что произносит имя Его напрасно. Да, мы говорили, да, что если ты говоришь да, то пускай ты говоришь да, будет просто да. Пускай качество твоих слов будет настолько высоким, что тебе не нужно будет клясться. Не надо будет призывать Господа, свидетелей и так далее и тому подобное. То есть, я говорю да, это значит да, или я говорю нет, это значит нет. И дальше мы смотрим, восьмой, одиннадцатый. Помни день субботник, чтобы светить Его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу Твоему не делай. Он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, которые в жилищах были. И повышать дней создал Господь не об землю, море и все, что в ней. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил Его. Двенадцатый стих. Пятое завтрак идет о почтении к родителям. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы подлились дни твои на земле, которые Господь Бог Твой дает тебе. Мы понимаем, что это также относится к бабушкам, к дедушкам. Да? Кабин учил также, что надо почитать всех тех, кто обладает над нами какой-либо властью. Я думаю, что это правильно. Наших учителей, наших наставников и так далее. Это правильно. Шестая заповедь. Не убивай. Имеется в виду, конечно же, вы понимаете, да, заказное убийство, то есть убийство, когда человек делает его осознанным. Не говорится там, что случайно разъехал человека на дорогу, случайно, действительно. То есть не делать преднамеренного преступления, убийства. Седьмая заповедь. Четырнадцатый стиль мы смотрим. Не предуподействуй. Восьмая. Не пради. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Пятьдесятое. Не желай дома ближнего твоего, не желай живых ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его. Ничего, что у ближнего твоего. Можно сказать так, не завидуй по простому. Такая сложная заповедь. И вы знаете, что христиане обычно признают девять из этих десяти заповедей. И как-то я помню, захотелось мне сделать календарь. С одной стороны, должны были быть сам текст пригласительный, а с другой стороны, десять заповедей. Когда я думаю, ну езжешь, наверное, заготовки, чтобы там это самое найду. Когда я начал искать, например, десять заповедей, я обнаружил несколько вариантов. Оказывается. В разных общинах, в разных, как бы, и номинациях существуют разные варианты десяти заповедей. Все они, как бы, исходят отсюда, из двадцатой главы, но вариации на тему присутствуют. Например, нефер, которые разбиваются на две, заповедь о шабате убирается вообще просто немкой. И получается, да, можно же разделить, допустим, там, «не желай дома ближнего твоего», да, можно добавить там, да, или там добавить первую заповедь, там, еще какую-то возлюбленную ближнего, возлюбили там Бога, например. Вот, но вопрос с шаббатом, он возникает. Некоторые христиане говорят о том, что заповедь о шабате была дана временно. С ней покончено после того, как пришел в воскрес в первый день недели. И мы знаем, что первый день недели — это был воскресенье, да? То есть у нас построенный календарь именно по такому циклу. У нас, в принципе, первый день недели у нас понедельник, да? У нас понедельник. Но в Америке, например, есть, по-моему, в Европе тоже первый день считается воскресеньем. И некоторые считают, что воскресенье стало христианским шаббатом. Вот, существует такое мнение. Но если мы посмотрим в виды, то никогда, мы не видим, что в виды это говорили о том, что с шаббатом будет покончено. Что шаббат — это та часть, которая когда-то перестанет существовать. Некоторые считают, что это часть с заветом с Израилем, а не с народами. Ну, по принципу «я Бог, который вывел тебя из Египта». Да, то есть это относится конкретно к Израилю, так как Бог народа из Египта не выводил. Но мы видим, что суббота имеет не просто отношение к еврейскому народу, она имеет отношение также к вселенскому значению. Поскольку Бог отдыхал на седьмой день, и это относится к призванию Бога-творцов. То есть не было тогда евреев. В общем-то, тогда евреев не было, да? Когда Он творил это все. Написано будет в высшей первой главе, первой второй главе. Почему? То есть понятие «шабата» мы находим с самого начала Писания. Во второзаконии говорится, что «шабат» дается нам по две причины. Что Бог является дворцом, и что мы были рабами в Египте. А мы понимаем, что рабы должны отдыхать как хозяева, да? Даже если они не евреи, то «шабат» дадут нам для нашей свободы. Поскольку мы являемся свободным народом. Мы посмотрим, когда законе 5 главу, 12 и 15 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. Как заповедовал тебе Господь в руках? Твой, что я с ней работаю, делаю всякие дела твои. Один секунд, суббота, Господь Богу твоему. Не делай в Боге никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни белок твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришеств твой, который у тебя. Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». Видите? Видите, то есть, как бы, основной момент, чтобы отдохнуть. Ну и я отдыхаю. И помни, что ты будь рабом в земле египетской. Отдыхал и помнил, да? Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда в твою крепкую и мущество высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Очень просто, да? Почему Бог повелел нам соблюдать день субботний. Помни о нашем рабстве, да? И отдыхать. Исход 31 глава 12-17 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваших, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свят отливалась. Кто оскоренит ее, тот будет предан смерти. Кто станет умную делать дело, та душа должна быть истреблена и святы народа своего». То есть, вот так вот Бог, я думаю, знает нашу человеческую природу, знает, что все же, когда много дел, но хочет заработать, настоятельно запрещает. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилеву субботу, празднуя субботу, роды свои, как завет вечный». И смотрите, это знамение. Что такое знамение? Это знак. «Знак, да? Между мною и сынами Израилами на веки. Потому что шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Видите, да? То есть снова речь идет о сотворении и покое. Поэтому шаббат – это вечное знамение Бога с Израилем. Это день священного собрания и воспоминания о исходе. А также это принцип для всех народов, что мы должны отдыхать. Интересно подумать о том, что фактически понятие вообще недели, оно пришло к нам тоже из еврейского народа, да? Понятие того, что есть семь дней. Можно было бы разделить, например, неделю на четырнадцать дней. Можно было бы там, например, на двадцать разделить. На три можно было бы разделить. Но мы видим, что она разделена во всем мире на семь дней. И неправильно требовать для всех соблюдения шаббата. Каждый свободен это делать, но в своем веке только евреи ответственны за это, так как это знак Завета, и он является виденым значением Завета Звоба. И мы с вами сейчас делаем первый...